Мусорными бедами курорта занялся мэр Анапы. Василий Швец побывал на технической базе рекоператора по вывозу мусора в хуторе Воскресенском, где посмотрел, как проводится санобработка машин и контейнеров, перегрузка отходов, ремонт и техобслуживание спецтранспорта. Подробности далее. Генеральный директор Экотехпром Игорь Чебышев рассказал мэру, что в начале марта, когда предприятие приступило к работе в Анапе, было задействовано 22 машины. Сейчас их уже 47. На период курортного сезона добавлено 7 машин и около 20 сотрудников. Увеличено количество контейнеров в сельских округах. Сколько сегодня вообще работает автомобилей по городу? Сколько, соответственно, баков расставлено? Значит, расставлено по Анапскому муниципальному округу порядка 2,5 тысячи, 2 600 копейками. Значит, машина работает 37 на день. Да, машина работает в день. Если есть моменты, связанные с невывозом баков по каким-то объективным причинам, там машину заставили подъездом, еще что-то, машина выходит в ночь. А в офисе главе продемонстрировали, как функционирует система по контролю за вывозом ТКО. На мониторе в режиме реального времени можно увидеть, где мусор уже вывезли, а где контейнер ждет своей очереди. Синим цветом показано, где контейнерная площадка еще задание не выполнено, то есть не убрано. Зеленым цветом, где выполнено. Благодаря современным технологиям осуществляется постоянный контроль за спецтранспортом. Сколько машин на линии, как соблюдают маршрут движения и даже сколько топлива осталось в баке. Эти меры позволяют наиболее эффективно выстроить логистику и оперативно реагировать на запросы, поступающие на горячую линию через интернет, а также в муниципальный центр управления регионом. На сегодня нам полностью изучена территория. С начала года транспортная компания, которая у нас работает на подряде по вывозу отходов ТКО, закупила порядка 100 единиц техники. Парк постоянно увеличивается. К концу года мы планируем где-то порядка 130 единиц техники, чтобы было для работы в крымской зоне деятельности. На ближайшей сессии мы сейчас принимаем вместе с депутатами, с коллегами нашими, мы принимаем, утверждаем бюджет как раз непосредственно на организацию размещения этих контейнерных компаундов, так называемых. Местоположение схемы уже тоже, в принципе, она разработана. С Роскодепнадзором она уже в завершающей стадии согласования, поэтому я надеюсь, что мы уже с августа начнем размещать. Как образец, как пример, нормально. Единственное, немножко еще чуть-чуть, может быть, доработано. Ну а завершилось решение мусорной проблемы совещанием мэрии с участием руководства Экотехпром, депутатов, Роспотребнадзором, органов ТОС, глав сельских округов. Его провел мэр курорта Василий Швец. Он отметил, что объем, проведенный рекоператором работы, очевиден. Увеличилось количество спецтехники, вырос штат, налажен системный подход к организации труда. Глава курорта подчеркнул, что есть и проблемы. Любой сбой в графике и вывоза мусора вызывает справедливый гнев и озабоченность населения. Мы с вами побывали на двух ваших объектах, и в Воскресенском, и в офисе. Мы увидели, как увеличивается количество техники, усиливается штат ваш. Посмотрели, вот еще раз повторюсь, как отлажена работа на вашей технической базе. Достаточно серьезный системный подход к работе сегодня я отмечаю ваш. Тем не менее, проблемы есть. И о них в первую очередь мы узнаем от наших жителей, многочисленных гостей. В рамках нашей системы и портала обратной связи через центр управления регионом, центр управления городом на постоянной основе мы мониторим и собираем все замечания, которые есть. Генеральный директор «Экотехпром» в свою очередь рассказал, что завершается большая работа по актуализации клиентской базы. Уже в ближайшее время все платежи будут разнесены. Среди проблем, с которыми сталкивается рекоператор, нежелание отдельных юридических лиц заключать договоры. Стихийное складирование мусора на территории общего пользования – сложная ситуация с обслуживанием в сельских округах. Здесь не заключаются договоры. Нужно помнить о том, что региональный оператор «Экотехпром» не заключает бумажных договоров с физическими лицами. Мы работаем в рамках договора оферты, который не подразумевает обязанности иметь договор на бумаге. Если человек желает иметь такой договор, да, он может обратиться в абонентский отдел «Экотехпрома» на объездную 5, и там ему подготовят такой договор, коллеги его выдадут, и у человека на руках договор будет. Мэр поручил сформировать мобильные группы из специалистов мэрии – рекоператора и Роспотребнадзора, которые определят оптимальные места установки дополнительных контейнеров в соответствии с санитарными нормами. Также будет усилена разъяснительная работа среди населения и бизнеса по вопросу заключения договоров на вывоз мусора. В этом помощь окажут представители органов ТОС.